Водитель большегруза, который буквально смял на трассе пассажирский автобус свою вину не признает. Новые подробности дела об аварии в Новашинском районе. Удачно полетал. Нижегородцы, который стал миллионным пассажиром Нижегородского аэропорта, в четверг поздравили и наградили. Рожайте и обучайтесь. Нижегородские вузы подготовили уникальные программы для молодых мам. Одного победителя наградили, теперь ждем следующих. Конкурсы репостов на Первом городском телеканале продолжаются. А также маленькая да удаленькая юная нижегородская модель покорила международный подиум в Москве. Об этих и других событиях четверга расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, в четверг предъявили обвинение водителю большегруза, который является предполагаемым виновником страшной аварии в Новашинском районе. В отношении 24-летнего молодого человека возбудили уголовное дело и ему может грозить тюремный срок. Тем временем нижегородские врачи продолжают бороться за жизни тяжело раненых пострадавших. Репортаж Евгении Ивановой. 7 лет тюрьмы за 7 унесенных жизней. Это максимальное наказание, которое может грозить 24-летнему водителю большегруза. В четверг следователи предъявили ему обвинение. В отношении жителей Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». В настоящий момент обвиняемый вину в содеянном не признал, но дал следователям подробные показания об обстоятельствах совершенного дорожно-транспортного происшествия. Водитель имеет стаж управления транспортным средством 6 лет. В день аварии водитель МАЗа не стал общаться со СМИ. Но, как пояснил мужчина правоохранителем позднее, на этом участке не было дорожных знаков, что его запутало. Впрочем, на самой проезжей части есть разметка, и дорожное покрытие находится в нормальном состоянии. В момент ДТП водитель был трецв документа на перевозку груза в порядке. Однако, больший груз не вписался в поворот и вылетел навстречу. Пиломатериалы высыпались на автобус и смяли его. Это предварительная версия следствия. 22 пострадавших, среди которых много молодежи. Из семи погибших двое несовершеннолетние. Мальчик 7 лет и 17-летняя девушка. Те, кто выжил в этом ДТП, 5 ноября будут считать своим вторым днем рождения. Помогали, водители там останавливались, все помогали, мы таскивали людей. Вот соседка моя, другая соседка, наш фельдшер, все наши деревни, все пострадали. Двух женщин из Новашинской ЦРБ вертолетом доставили в Нижний Новгород. Пострадавших поместили в реанимацию. В настоящее время состояние тяжелое, но относительно стабильное. То есть, непосредственной угрозы для жизни на данный момент нет. Но лечение будет консервативной, интенсивной терапией в условиях реанимационного отделения. После стабилизации состояния, по всей видимости, будут переведены в травматологическое отделение. Также стало известно, что оказание помощи пострадавшим в этой аварии лично контролирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Для приема тяжелораненых зарезервированы места в лучших больницах Москвы. Сделано это на случай, если больным понадобится перевод в учреждение федерального уровня. Свои соболезнования близким погибших выразили губернатор Валерий Шанцев и митрополит Нижегородский и Арзамаски Георгий. А 7 ноября в Новашинском районе объявили днем траура. В этот день состоятся похороны жертв автокатастрофы. Евгения Иванова, Максим Жалыбин, служба новостей, город. Большая сводка происшествий города и области продолжит наш выпуск. Утром в четверг жителям нижней части, которые двигались в сторону верха, пришлось задержаться на кольцевой развязке на станции метро Пролетарская. Несколько аварий в течение часа произошли в этом и так непростом месте. Пробка на Пролетарке стала одной из самых обсуждаемых тем на Нижегородском форуме. Семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом в поселке Останкино Нижегородской области. Пятилетнего ребенка его родители доставили в центральную районную больницу. Как сообщили в региональном управлении МЧС, специалисты Горгаза установили, что произошло все из-за отсутствия тяги в квартире. МЧС напоминает, во избежание подобных случаев необходимо следовать правилам безопасного использования газового оборудования. Мы продолжаем. В Нижегородской области начала уменьшаться зарплата учителей. Об этом узнали в региональном правительстве и решили прояснить ситуацию. В четверг Дмитрий Сватковский собрал пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Жалобы начали поступать в октябре. По словам Дмитрия Сватковского, в регионе не будет сокращения средств, выделяемых на образование. Наоборот, в нашей области средняя зарплата учителя выше, чем во многих других регионах и составляет 28 тысяч рублей. Сокращение выплат может быть связано с решением директоров отдельных школ, где сейчас проходят проверки. Об их результатах станет известно уже 10 ноября. Вообще, учителя не работают бесплатно, все получают зарплату. Я не знаю фактов того, что какие-то учителя не получали зарплату за сентябрь или за октябрь. У меня таких фактов нет. То, что есть, если мы выявим некие нарушения, естественно, мы ситуацию поправим. Что касается уже со следующего года, мы считаем, что уже будет персональная ответственность директоров за то, что если будут ошибочно приниматься те или иные принятия решений по, скажем так, по оплате трудов, мы будем пресекать и будем это выявлять и, соответственно, поправлять эту ситуацию. Также замгубернатора прокомментировал беспокойство нижегородцев, связанное с необходимостью прикрепления каждого человека к определенной поликлинике. Объявления по данному поводу появились в каждом лечебном заведении. Как пояснил Дмитрий Сватковский, сделано это для удобства. Необходимо написать заявление для того, чтобы вас могли лечить в той поликлинике, какую удобно будет посещать. Это актуально для тех, кто прописан в одном районе города, а фактически проживает в другом. Международный аэропорт Стригина отметил миллион. Юбилейный пассажир в четверг воспользовался услугами Нижегородской воздушной гавани. Перед вылетом в Москву его торжественно поздравили и вручили подарки. В честь юбилейного пассажира был организован небольшой праздник. Для нижегородца Андрея Курнышова это стало полной неожиданностью, тем более, что именно он оказался счастливчиком, который миллионным воспользовался услугами аэропорта в 2014 году. Андрею торжественно вручили призы, среди которых сертификат на два билета бизнес-класса по маршруту Нижний Новгород-Москва-Нижний Новгород и сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта Стригина. Эти подарки должны пригодиться Андрею, так как он практически каждый день летает в Москву по работе. Регистрация миллионного пассажира – важное событие для всего города, так как это гарантирует дальнейшее развитие аэропорта и ставит перед его руководством новые, более амбициозные задачи. Фактически еще чуть меньше двух месяцев у нас остается в этом году на перевозке для большего показателя. Соответственно, мы на следующий год будем планировать уже полтора миллиона пассажиров, а достигнем в этом году в планке порядка миллиона двухсот. Уникальный электронный орган появился в Нижнем Новгороде. Ценность его в том, что он может имитировать звучание многих органов мира и позволяет играть разные программы – от произведений баха до романтики и современной музыки. В столицу Приволжья его доставили из Италии. Новый инструмент установили в детской школе искусств имени Вилуана. Современные возможности органа по-настоящему впечатляют. По сравнению с его механическим вариантом, электронный инструмент более компактный и легкий в управлении. Кроме того, он оснащен компьютерной программой и звукоусилительной аппаратурой. Поэтому электронный орган можно по праву считать инструментом 21 века. Естественно, раз он приводится в движение электричеством, соответственно, не нужна никакая запасная комната с огромными механизмами. Собственно, помещение экономится. Экономятся ассистенты, которые во время концерта должны с двух сторон стоять и включать-выключать регистр. Потому что есть программа, которая позволяет записать последовательность включения регистров. И эту комбинацию можно включать нажатием одной клавиши. То есть технических возможностей очень много. Орган является одним из самых сложных сольных инструментов. Он требует от музыканта не только хорошей музыкальной, но еще и физической подготовки. Так как при игре очень важную роль играет координация. Главное, чтобы было желание и интерес к этому инструменту. И тогда все это можно преодолеть. Здесь есть и педаль для ног, то есть ногами нужно играть и руками. И в одновременном сочетании это все довольно сложно. Но детей очень привлекает вот именно регистровая необычность. То, что можно включить разные регистры и одну и ту же мелодию играть совершенно по-разному. Она будет по-разному звучать. Сейчас информация от наших партнеров. После этого вернемся в студию. И вот о чем пойдет речь. Рожайте и обучайтесь. Нижегородские вузы подготовили уникальные программы для молодых мам. Одного победителя наградили. Теперь ждем следующих. Конкурсы репостов на первом городском телеканале продолжаются. А также маленькая да удаленькая юная нижегородская модель покорила международный подиум в Москве. Я напоминаю, вы смотрите первый городской телеканал в эфире службы новостей город. Если соберетесь на отдых в Турцию, не забудьте изучить новые правила пребывания в этой стране туристов. Их знает Анастасия Шибашова. Об этом не только она расскажет в рубрике короткой строкой. Здравствуйте. В России запретят называть детей экзотическими именами. Законодатели хотят наложить запрет на использование в именах цифр, знаков припинания и символов. Уже 10 лет живет без документов мальчик, которого родители хотят назвать БОЧ РФФ 260602, что расшифровывается как биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. В ЗАГСе Москвы регистрировать ребенка отказываются. И, возможно, скоро такое бездействие будет законом. Помимо того, инициаторы законопроекта намерены создать единый реестр имен, дабы упросить работу сотрудникам ЗАГСа. Молодые мамы смогут пройти подготовительные курсы в медицинских и сельскохозяйственных вузах страны. В рамках эксперимента на подготовительное отделение принимают женщин, которым к 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет. При этом у них должно быть российское гражданство и среднее общее образование. Эксперимент продлится до 30 июня 2015 года. Турция изменила правила безвизового пребывания для туристов. Нижегородцам, запланировавшим поездку в Турции в 2015 году, следует проверить свой загранпаспорт. С 1 января 2015 года срок действия загранпаспортов россиян, имеющих право на безвизовое пребывание в Турции, должен истекать не менее чем через 120 дней с момента въезда в Турцию. Нижегородская губерния обыграла латвийский биоларш. Игра завершилась со счетом 3-0. В первых двух партиях гости из Латвии показали уверенную игру. Но в третьей части встречи нижегородские волейболисты все же вырвались вперед, обыграв соперника. И это были все новости короткой строкой за четверг, 6 ноября. В четверг победитель очередного конкурса репостов на Первом городском телеканале получил свой честно выигранный приз – сертификат на двухчасовую фотосессию в фотостудии «Фотолига». Денис Коршининников в свою победу не верил, а на фотосессию решил отправиться со своей девушкой. Не совсем ожидал, мне прям очень повезло. Вот, я с девушкой своей как раз планирую прийти на эту фотосессию. Спасибо большое организаторам. Кстати, Первый городской телеканал запускает новый конкурс репостов. На кону 5 сертификатов, каждый на 3000 рублей, на посещение фитнес-клуба «Фитс». Чтобы стать претендентом на победу, вам нужно состоять в группе Первого городского телеканала ВКонтакте и в группе фитнес-клуба «Фитс». Сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу и поставить в комментариях свой порядковый номер. 11 ноября в прямом эфире Первого городского мы подведем итоги конкурса. Победителя будет выбирать ведущий с помощью лототрона. Сразу после выпуска службы новостей «Город», которая начнется, как всегда, в 19.30. На неделе высокой моды в Москве блистала нижегородская красавица. Восьмилетняя Полина Пономарева – единственная из нижегородских моделей, которая удостоилась чести выйти на престижный подиум. Ее пригласили для демонстрации новой коллекции одежды Яны Рудковской. С юной королевой модных показов пообщался Павел Буянов. Из Москвы Полина и ее мама Светлана вернулись чуть больше суток назад. Но на отдых времени почти не осталось. Юная нижегородка снова на репетиции. Полина стала единственной нижегородкой, ступившей на главный подиум страны в рамках недели высокой моды в Москве. Претенденток на эту поездку было предостаточно, но у организаторов сомнений не возникло. На 2 ноября мы отправляли несколько заявок наших девочек, в частности их было 5, но отобрали вот Полину. Понравилась девочка, очень хорошая. В рамках недели высокой моды в Москве, которая завершилась 4 ноября, новую коллекцию одежды представила Яна Рудковская. Она представила одежду как для взрослых, так и для детей. Одной из юных моделей на показе стала Полина. Нижегородка покорила и организаторов, и участников светского события. Но мало кто знает, что сделать первый шаг на подиум Полина смогла, преодолев сильнейшее волнение. Я сначала волновалась, думала, что все не получится, а когда вышла на сцену, у меня получилось, и я перестала бояться. Подготовка к модному показу шла на протяжении нескольких недель. Каждый день по несколько часов. Тяжелейшие репетиции. Дети работали наравне со взрослыми. Репетиции каждодневные, двухчасовые. И вот сам показ, это с 12 часов до 8 вечера. То есть девочки, как полноправные участники высокой моды. И с визажистами, со стилистами, за кулисами. То есть все было по-серьезному. Преподаватели, хореографы очень замечательно отнеслись, московские, к детям разного возраста. Они очень серьезно отнеслись. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не было вот абы-кабы. Ну и сам результат, конечно, я думаю, что смотрелась на них уже других. Во время показа Полина все сделала без единой ошибки. Ее уже приглашают на различные модные показы. Например, на недели моды во Франции. Мама Полины вспоминает, как три года назад привела ее в модельное агентство, чтобы исправить дочери осанку. В итоге Полина настолько втянулась в эти занятия, что уже в 8 лет точно знает, кем хочет стать, когда вырастет. Павел Буянов, Александр Батраков, служба новостей город. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное мы собрали в обзоре социальных сетей. Утро четверга многие помнят смутно, в прямом смысле. На работу нижегородцам пришлось добираться на ощупь. «Ежики в тумане» – так называют себя авторы этих фотографий. В Нижнем Новгороде на улице Монастырка был замечен автомобиль, на котором хозяин написал предупреждение для других участников дорожного движения. Он сообщил всем, что ездит на УАЗике и теперь ничего не боится. На улицах города начинает появляться новогодняя атрибутика. Так, рядом с кинотеатром «Мир», который находится на автозаводе, установили елку. Только пока она как-то не вписывается в погодные условия, ведь в Нижнем Новгороде ожидается потепление. А вот на улице Бикетова можно встретить такой романтичный баннер. Автор фото радуется, что теперь вся общага будет знать о ее счастье. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни, и вот какие ответы мы услышали. Смотрим ваши хорошие новости. Мы купили куртку по супер-скидке, там нам полцены куртку продали. В общем, хороший день, город нам сегодня улыбается. Мы просто встали очень рано и даже более бодрые. У нас начались каникулы. Мы идем в драмтеатр на сказку. Маленький мук. Сейчас я приехала в Нижний Новгород, к дочери старшей. Идем с внуками в театр. За неделю я побывал в трех городах. Нижний Новгород – это четвертый город. Я посмотрел центральный федеральный округ, все понравилось, Нижний город очень понравился. Сейчас мы идем в суд, мы его выиграем, потом будем праздновать. Ко мне приехал друг с Иванова. Сейчас мы пойдем вместе с ним. Сделаем дела и пойдем гулять. Внук родился, большая радость в нашей семье. Мы очень счастливы, благожданные. Очень хотим, чтобы он был здоровый, вырос, счастливый. И теперь о погоде. В октябре была зима, а ближе к зиме снова вернулась осень. Природа, надо сказать, удивляет своим непостоянством. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Прогноз на завтра представит Юлия Карабасова. По народному календарю 7 ноября – день Федота. Говорили, Федот на лед ведет. Становится очень холодно и начинается настоящая зима. В народе примечали, на заказе цвет солнца золотисто-бронзовый к ненастью. Снег выпал на сухую землю, скоро будет теплая погода. По прогнозам синоптиков, завтра в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода. Температура воздуха днем плюс 3 градуса. Временами пройдет дождь. Ночные часы, столбики сервометров не поднимутся выше плюс 1 градуса. Все материалы этого выпуска вы можете еще раз посмотреть на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас вы видите на своих экранах. Но если вам есть чем дополнить наши выпуски, тогда запишите телефон нашей редакции 217-01-71. Обязательно звоните. Но информационный блок на этом не заканчивается. Ведущая рубрики «Страна советов» Елена Демидова сейчас поделится секретами женской красоты. Как среди бесчисленного множества разной косметики выбрать подходящую именно вам? Сейчас узнаете. Все женщины, независимо от возраста, положения, в обществе и времени года, хотят быть красивыми и ухоженными. Подчеркивать красоту помогают содержимые косметички. Но многие из нас рано или поздно встают перед выбором, какому производителю отдать предпочтение. Сегодня мы поговорим о финской косметике. Отличные качества и приемлемые цены – это далеко не единственные ее преимущества. Около полувека назад в Финляндии появилась фармацевтическая компания, которая позже эволюционировала в эксперта по уходу за кожей и декоративной косметике «Люмине». Компания черпает вдохновение из потрясающей красоты северной природы. Ключевые ингредиенты продуктов – натуральные арктические ягоды и растения, сила которых приумножена с помощью инновационных технологий. Финляндия признана одним из мировых лидеров по чистоте окружающей среды, а значит, все натуральные ингредиенты, которые входят в состав косметики, экологически чистые. В России эта иностранная марка стала известна более 20 лет назад и до сих пор пользуется огромным успехом у русских женщин. Потому что типы кожи наших и финских женщин очень похожи из-за схожести климатических условий в этих странах. Вся косметика марки направлена на раскрытие природной и натуральной красоты женщины. Есть продукция, которая особенно полюбилась русским, в том числе и нижегородским представительницам прекрасного пола. Наша кожа ежедневно подвергается стрессу и внешним воздействиям, которые негативно отражаются на ней. Вследствие кожи выглядит тусклой и уставшей, появляются первые возрастные изменения. Для предотвращения этих процессов необходим специальный уход и защита. С гаммы средств по уходу за кожей брать на витамин С от люмины с арктической морожкой и инкапсулированной витамином С ваша кожа будет сиять здоровьем. Нектар семян морожки выводит токсины и освежается от лица. А масло семян морожки интенсивно увлажняет и защищает от внешних воздействий. Пожалуй, абсолютный бестселлер CC-крем «Абсолютное совершенство». Этот многофункциональный продукт – удобное решение для тех, кто не любит много времени тратить на макияж. После навесения крема мы получаем полуматовое, безупречное и ровное покрытие. Кожа чувствует себя свежей и отдохнувшей. Обладая легкой, приятной текстурой, этот поистине удивительный продукт дает хорошее, стойкое покрытие, выравнивает тон и скрывает покраснение. Не беспокойтесь о стойкости макияжа. CC-крем «Абсолютное совершенство» от люмины продержится весь день напролет. Один из популярных продуктов для губ – помада-карандаш, ягодный сорбет «Разбери Миракл». Сочетает в себе преимущества четырех продуктов. Контур для губ, насыщенный цвет, сияющий блеск, увлажнение и уход благодаря силе масла арктической малины. Этот поистине удивительный продукт не оставит равнодушно ни одной женщине. Необыкновенная роскошь цвета, приятное ощущение комфорта на губах и удобства. Вы используете все самое лучшее только для ваших драгоценных губ. Многие жительницы Нижнего Новгорода уже оценили по достоинству финскую косметику. Очень давно пользуюсь косметикой марки «Люмине». Отличное качество, натуральные ингредиенты. Недавно для себя открыл CC-крем. Очень редко пользуюсь тональными кремами, но этот крем держится в течение всего дня, не стягивает кожу, создает свой эффект фотошопа. Я довольна. А моя любимая гамма по уходу за кожей – это «Брайт Нау» витамин С. Особенно мне нравится дневной крем и сыворотка «Биби». После ухода кожа действительно преображается, сияет. Спасибо любимой марке за возможность быть красивой. Если вы никак не можете определиться с выбором косметики, попробуйте финскую продукцию. В ней нет синтетических отдушек, сульфатов, силиконов, парабенов и других добавок, которые способны нанести вред вашему здоровью. Кроме того, эта марка сотрудничает с финской ассоциацией по борьбе с аллергией. Чтобы начать пользоваться этой косметикой, не обязательно ехать в Финляндию. Финскую продукцию марки «Люмине» можно приобрести в Нижнем Новгороде, а именно в сети магазинов «Ноктюрн». Кстати, в следующем году марка отмечает свое 45-летие и уже сейчас начинает праздновать его вместе с вами. «Люмине» дарит своим покупательницам не только отличные качества, но и суперцены на топовые продукты. Так, самая популярная линейка туши и «Блюбери» – объемная, подкручивающая и водостойкая по цене 199 рублей со скидкой 35% в обновленном дизайне. Тональный крем «Классик» по суперцене 199 рублей. Крем-пудра с эффектом матового сияния «Тач оф Радиенс» по 339 рублей скидка 25%. Очищающая гамма средств для всех типов кожи – сухая, обезвоженная и жирная – от 109 рублей. Новая линейка по уходу за молодой кожей «Клир Ит Ап» – вся по суперцене 169 рублей. И, наконец, любимая всеми гамма «Брайт Нау Витамин С» по суперценам от 249 рублей. Все это и не только можно найти в сети магазинов «Ноктерн». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова